друзья привет вы на канале клинликар меня зовут игорь и сегодня у нас в рубрике честный отзыв реального владельца автомобиль который очень часто заказывают подбор под ключ это volkswagen tiguan рестайлинг первого поколения знакомьтесь это виталий всем привет виталий можно сказать наш постоянный клиент сколько мы автомобилей уже подобрали для вашей семьи 44 как вы пришли к покупке тигуана то есть вы изначально подбор заказывали под эту модель или рассматривали другие варианты на самом деле вариантов было много сама суть была в чем у меня жена до этого ездила на моем же гольфе и хотелось машину побольше побольше пассивной безопасности ну и помощнее честно говоря потому что она ездила тогда еще с одним ребенком сейчас уже с двумя и место побольше конечно определенно потому что там коляска там какая-то ватрушка еще что-то поскольку ну я ездил на вагах очень долго и они мне очень нравятся нравится эргономика поэтому когда встал вопрос о том что мы ищем это были кроссовки то есть тигуан q5 какой год выпуска у этого автомобиля какой был пробег на момент покупки и какой пробег сейчас двенадцатый год выпуска брали после одного хозяина на пробеге в семьдесят две тысячи то есть там ездила тоже девочка тоже там с двумя детьми потому что но там характерно зацарапаны вот эти вот пороги пластиковые в шестнадцатом году была небольшая авария получается по правой стороне то есть мы сознательно как бы брали эту машину зная о том что да там была притертость красилась крыло переднее правое но без демонтажа то есть без съема и плюс она еще заменила получается переднюю правую фару то есть она тоже 16 критичного ничего абсолютно критичного да мы очень часто пытаемся донести именно на консультациях нашим клиентам что не нужно гнаться за автомобилем полностью родной краски то есть мы живем в большом городе тебе так или иначе придется столкнуться с тем что там что-то где-то ты подкрасишь где-то тебя там бахнут на парковке там тележкой дверью неважно чем там там банально поедешь на дачу там мимо кустов там обязательно себе зафигачишь там пару царапин у меня получается у жены передняя правая дверь пассажирская как минимум дважды ее били вот именно на парковках то есть там характерные вмятины прям есть которые сейчас кстати за собираюсь устранять вот тут удар был на парковке двери ударили и еще более такой основательный удар вот здесь вот вот он то есть здесь прям дверью так шмякнули ты и плюс еще здесь вот переднее крыло там вот казалось бы на парковке на платной парковке где мы постоянно ставим машину то есть вот она полировали уже нет не полировали скорее всего идет полностью притертость или какая-то вообще не считает а проблемой честно говоря в рамках мегаполиса просто здесь вопрос бюджета кто на что готов какой пробег за три года да небольшой на самом деле сейчас на нем накатана 107 тысяч было 72 770 272 да неплохо за три года в мегаполисе даже маловато можно сказать при этом среднем обычно около двадцати в год ездят при этом мы еще умудрялись выезжать там на всякие дачи не дачи то есть но как бы были пробеги то играли между слушаем и дизелем честно сказать для меня это не было столь принципиально то есть будет ли этот дизель или бензинка наверное все таки бензинка потому что с бензином проще у нас есть там ряд заправок которые ну там подгружают в принципе нормально адекватное топливо с бензом учитывая то что ездит девочка и разбирать и разбираться как бы какой дизель нужно залить на какой заправке в какой сезон там присад до присадки не присадки потом сажевые фильтры это мама дорогая но как бы техника вообще в принципе я занимаюсь при этом рассматривала только два литра 14 не хотел брать принципиально вообще потому что там ну у меня скептис такой одноразовый движок который не тянет то есть дизель был просто нерационален да вот на удивление обычно у нас тигуаны запрашивают исключительно дизельное либо в приоритете дизель на здесь дизель оказался нерационален учитывая маленькие пробеги то наверно да учитывая опять же то что я на вагах езжу давно по ресурсу конкретно двухлитрового движка бензинового я могу сказать точно но я имею ввиду проходить там ты ложку там ну хотя бы раз в 10 тысяч там менять масло ресурсу двигателя порядка 600 тысяч это без капитала без ничего по поводу обслуживания турбированных двигателей особенно тесой линейки у нас недавно вышло видео на канале об этом подробно рассказал вам будет всплывашка в углу экрана переходите посмотрите много полезной информации по поводу замены масла раз 10 тысяч очень часто встречается мнение что турбированные двигатели семь с половиной тысяч максимумом особенно по загруженному городу то есть если какие то но смотри я никаких нареканий вот сказать не могу при этом машину я это первые два года после покупки вообще обслуживал у дилера то есть ну и по дилерскому риму нет дилерские 15 в том-то и дело что дилерские 15 но как бы я для себя выбрал оптимальный но на свой взгляд как бы оптимальный период обслуживание машины то есть меня либо раз в год стабильно либо 10000 что придет 95 8 95 95 с 95 до на турбированных двигателях можно ездить лишь бы не попался плохого качества 95 бытует мнение что volkswagen дорогая в обслуживании марка то есть какие были за три года получается поломки и в какую сумму все это обошлось давайте сравнивать например там с мерседесом и бмв но это время но согласен но у мерседеса и бмв тут есть сегмент как бы не премиум премиум бренд может быть но давайте возьмем там единицу тройку там на что это премиум но это прямой бренд и ремиум бренд но не больше да это очень хорошие технологичные аппараты но не обоснованно иногда дорогие то есть но не непонятно за что там именно за пример да ты бренд за бренд да наверное то что касается фолькса не могу сказать что он дорогой опять же все в сравнении я брал машину под тот бюджет то обслуживание которое реально смогу проводить ну то есть вы заранее прочитали ну конечно то есть я понимаю что я смогу например обслуживать конкретно этот аппарат я знаю там условно его болячки которые могут вылезти за три года было всего на нем две поломки но такие прям которые никакого которые не касаются тошек первое у меня получается вылетел основной вентилятор радиатор охлаждения за него замена мне обошлась где-то в 18000 это делали я делал не у дилера я делал у хорошего сервиса профильного ну у меня вот есть пунктик я никогда не покупаю какие-то не оригинальные там запчасти ну потому что я хочу быть спокоен для меня это важно то есть именно оригинал или можно производителя который его производитель на который делает как раз оригинал подзора так как раз профильных сервисов как правило и вторая поломка которая у меня была кстати типично на самом деле у этих машин вот у девушек я не знаю почему как эта особенность вообще вот именно этих машин у руля есть шлейф подрулевой но такой бублик и вот собственно этот бублик он перетирается потому что туда наматывает женские волосы то есть реально вот как бы ребята на сервисе мне так и сказали это вот проблема типичная для девушек потому что вот мужчины вообще не приезжают с этой болячкой учитывая что здесь уже вторая девушка ну да а девчонки как бы ездят тоже на них достаточно часто поэтому вот имеет место быть так вот этот шлейф не обошелся в 12000 у меня вылетала от катушка зажигания ну там на одной из свечек ну вот я поменял поставил оригинальную катушку 3000 рублей средняя ложка на него насколько там 14 16 тысяч с заменой там всех фильтров там масел но это все профильный сервис она сначала удивлена сначала удивлена там разница в цене наверно тысяч пять максимум ну да да примерно какая сумма была общая за все это время ну всех вложений там допустим 100 ложкой либо допустим место ваших то есть если есть подсчеты какие-то у меня еще но это было больше не поломка это наверное наверное моя прихоть когда я подошел уже к сотке из было 96 тысяч пробега я поменял цепь поменял цепь нового образца с башмаками сколько обошлось ну под ключ запчасти плюс работ тоже в профильном дело да тоже в профильном 38000 относительно до недорого и так вопросу о том получится ли обслуживать даже не премиальный кроссовер на 15-20 тысяч в год меня маслофильтра что там еще делать ну вот пожалуйста вроде 2 неочевидных болячки 2 неочевидных поломки и уже сумма ощутимо выше той которую большинство закладывает в принципе на обслуживание автомобиля годовое ну просто всех разный подход к обслуживанию кто-то делает все наперед и это наверное правильно ну как наперед то есть есть какие-то неисправности я их уши устраню пока машина не встала а кто-то ездит до тех пор пока машина не встанет а потом еще и продает как хорошее состояние ну да ну условно говоря мне получается вместе с ты ложкой плюс там ну берем раз в год у меня в этом вылетел сначала шлейф потом вот вентилятор отвалился ну вот в год я потратил там условно 30 тысяч рублей на машину все владельцы концерновак говорят про невероятную эргономику этих автомобилей удалось ли найти удобную посадку ну раз разговариваем с тобой видимо тебе потому что я так понимаю супруга не жалуется да то что касается эргономики в принципе рулевая колонка она регулируется как по наклону так и по вылету поэтому под себя можно все настроить мультируль управляется просто шикарно круиз который собственно вот здесь на лепестке слева включается с торца но все достаточно удобно подлокотник который ты там можешь там настроить как угодно там под любую высоту выглядит не знаю все очень важно стаканчики ну вот я даже сравниваю с audi просто сейчас езжу на audi вот казалось бы премиум бренда насколько непродуманно audi сделали подстаканники на а 3 например не только слову псевдо премиум вот чтобы мне поставить там кружку например там в своей audi мне нужно поднять подлокотник только здесь есть подстаканник ну касаемо кресла опять же там вылеты там подъем это все это настраивается зеркала как с обзорностью то есть есть ли шанс на боковой стойке потерять какой-нибудь небольшого размера автомобиль или пешехода на самом деле как бы есть есть и такой как раз случае вот произошел у жены получается на правой стороне вот она в пробке и перестроение там я не знаю как не заметил этом машинку какую-то и вот тиранула чуть-чуть дверью но вот я объективно со своим опытом не знаю я вот не чувствую каких-то проблем с обзорностью мне ее более чем хватает ну вот передние стойки возможно да они достаточно такие мощные то есть они ну как бы там в темное время суток если особенно машину затонировать ну да они там мой плюс плюс полоска еще не очищаемый отборник ну да это еще есть определенно да может быть там какие-то вот проблемы просто нужно ездить поаккуратнее не знаю там понимать на какой машине ты ездишь знать свои габариты чувствовать зеркало с автозатемнением с тех кнопки и стеклоподъемника например у стекла прямо то есть обычного автомобиля не где-то внизу где-то вот где-то вот здесь вот да ну здесь они всегда на виду то есть можно там до регулировать там подогрев опять же там зеркал там складывание зеркал регулировка блокировка дверей очень удобно что в этой машине нет вот ключа то есть мне не приходится постоянно доставать этот ключ там что-то пытаться там куда-то попасть туда зацарапать панелью собственно опять же это и был один из критериев выбора вот этой машины для жены потому что это удобно посадка вертикально или как все-таки на легковых автомобилях нет посадка вот никак на легковых автомобилях то есть нужно понимать что это кроссовер и вот прям ездить полулежа здесь не совсем получится насчет кстати вот мы поднимут как бы говорили о том насколько удобно неудобно вот наверное на длинные расстояния ездить вот на вот этой машине но не очень комфортно будет потому что здесь ну ты все-таки сидишь как бы максимально вот прямо но устаешь устает поясница вот если допустим нас был опыт мы ездили например там за там 300 километров от города но поясница уже подмывала для сравнения допустим на том же самый корейцы вот на оптим мы ездили в таллинн там чуть больше 500 получилось ну вот я вышел из-за руля как бы и готов был еще там ходить по старому городу совершенно спокойно то есть не чувствовал вообще при этом никакой усталости просто везде есть свои плюсы и минусы я ушел от кореи да она классная она кайфовая мне было в ней здорово но больше корей я не куплю это иногда не ожидаешь к чему придешь я до того как купил меган купе не представлял что я вообще на рено могу ездить по комплектациям были какие-то ограничения когда искали по комплектациям или просто там были нет не то чтобы состояние знать чтобы все в скупе хотелось получить и комфорт и при этом но такую свежую машину то есть он было важно допустим бесключевой доступ ну вот это было важно прям учащаясь комплектация отметается кнопка старт-стоп но она как правило с бесключевым тоже идет сразу поэтому тут наш два в одном и состоянии естественно но на тот момент когда брали машину не было тягуанов именно вот в этой комплектации ну прям без беспроблемных то есть везде были какие-то там болячки явные прям уже болячки в которые пришлось бы вкладываться поэтому тут как бы вопрос был такой был бюджет мы могли как бы этот бюджет увеличить при этом потребности но при этом взять максимально беспроблемную машину может быть какими-то мелкими дефектами вот про дефекты я сказал то есть сознательно пошел на то что то есть зная что там была притертость у предыдущего владельца но меня это не испугало тем более делалось делался ремонт на дилере тут скорее всего все равно пришло и бы рано или поздно встать перед выбором что важнее комплектация или состояние ну в том плане что можно искать машину принципиально в родной краски но тогда чем-то скорее всего придется пожертвовать да то есть она может быть с немаленьким пробегом с пустой комплектации зато да вот если приоритет родная краска пожалуйста ну вот на самом деле старшая дочь вполне себе комфортно размещается на своем кресле но как бы младшему на переноске опять же там даже место остается до переднего кресла поэтому тоже вполне себе на самом деле на собой немножко разное понимание что такое мало места на заднем ряду я просто у тебя считаю что у меня вполне достаточно но у меня столько нет даже рядом понятно но вот при этом как бы я сижу вполне себе комметно то нормальный просторный задний ряд ну да я доволен машиной ну очень доволен опять же то что касается багажника вот мы говорили там про там коляски там ватрушки санки ну честно сказать вот здесь вот у нас лежит коляска там есть как бы ну условно говоря большая есть трость вот сюда влезает и большая и трость и сверху еще остается место там для каких-нибудь там сумок пакетов еще чего-то но эту ватрушку уже приходится зимой конечно вкладывать сюда на полку но она во всяком случае влезает но она влезает да причем ватрушка как бы она не маленькая то вот такая ватрука тоже какие минусы видишь в этом автомобиле для себя минусы это пожалуй расход вот расход прям боль для меня потому что для города полноприводный кроссовок вот в пробках он конечно там есть очень хорошо сколько расход ну вот средний расход зимой например 15-16 литров а летом летом меньше но где-то в районе там 13 здесь вот стык заднего крыла с бампером это прям больная тема для тигуана чем по обеим сторонам поэтому по окончании зимы исправлю и вот здесь вот ручки когда-то тоже больная тема тигуанов не знаю почему но вот здесь вот начинает отходить а какие до этого были у жены в эксплуатации машины у жены но первое это же первый кроссовер кроссовер первый машина 3 то есть самая первая машина у нее была toyota yaris кстати вот но просто неубиваемый аппарат при этом yaris он был относительно свежий вторая это был больше пятерка а то у супруги было в эксплуатации но он был сначала у меня потом я просто ей отдал эту машину как сравнение с но тем же гольфом наверное ведет себя на дороге потому что все таки вак можно сравнить с вагом ну понятно что посадка выше то есть можно позволить себе больше залезть где-то на поребрик лишний раз слушай вот честно мы мы вот рассуждали абсолютно точно также залезть где-то на поребрик честно тебе сказать вот за три года мы залезли на поребрик дай боже раз в первое полугодие просто потому что просто потому что хотелось залезть на поребрик все ну то есть такой формат автомобиля он нужен для того чтобы в него больше вмещалась чем для того чтобы была высшая посадка это был принципиально полный привод и так далее да да именно ну удобно ли для загруженного города потому что ну все-таки особенно в сравнении с я рисом с парковками то явно стало сложнее прям объективно не стало сложнее это не какой-то там прям огромный джип то есть по сути вот вот кстати гольф плюс стоит интересно можем подъехать тига не намного длиннее вот этого гольфа плюс вот если бы там у нас была машина например там тарик тот же самый надо совсем другой раз вот это была бы проблема потому что там на маленьких улочках там где-то вот воткнуться на большой прям машине но объективно большой эта проблема на тигуане блин это настолько классный аппарат в плане вот своей универсальности то есть понимаешь вот на нем можно как бы вот и куда-то в лес поехать и вот одинаково хорошо существовать в городе очень классный аппарат я вот прям доволен и прям как бы даже не хотелось бы продавать но мы женой думаем об этом только лишь потому что хочется просто что-то обновить исключительно похоже эффект можно получить возможно то на каком трехлитровом там четырехлитровым двигатели которые вот ну также может знаешь сорвать прямо и вот ты чувствуешь что там тебя там вдавил этом в кресло здесь вот казалось бы блин всего 170 лошадей и и 2 литра но при этом блин они как бы так хорошо едут эти два литра ну вот не знаю как с переднего сиденья вот заднего на к нам вообще прям неплохо видит он прет он прям как бы но на мой взгляд он не ломается но просто вот хочется что-то обновить и вот сейчас тоже начали думать блин что брать аудюху брать допустим ты берешь audi к примеру q5 q5 15 год ну чтобы вот она была там посвежее да ну там тоже три года там покатать на ней и вот там еще поменять но 15 год движок нужно брать 240 лошадей не меньше потому что как бы 220 там проблемы с движками после 60 то есть можно прийти на капитал остальные все на ног то что касается масложора то у них там завода с паспорта там не знаю на 1000 километров литр это нормально но я сейчас утрирую конечно но это примерно так и есть и думаю же блин как бы здесь нет вообще расходом суд нет но он есть какой-то небольшой но там на 10000 дай боже там у тебя уйдет там не знаю грамм 400 то есть вообще нет это с учетом того что как бы он турбовый и там нет нет а мной как бы я на нем поджариваю жената ездили мне поспокойней бмв вот тут тоже и огня говорит типа ну вот поездила на кроссовке я вот поняла что такое типа да прикольно но вот хочется чего-нибудь вот седан хочется вот бмв тройку строить вот троечка я смотрю троечка она значит 16 брать это как бы ну такая она немножко овощная с учетом как бы веса и и не там лошадиных силам сто сто тридцать шесть на них хочется двойку двойка бензин как бы ну такая немножко прихотливая но она и овощная тоже немножко но я опять же там у двухлитровый что там задний привод ну блин как-то не знаю после полного садится на задней x drive попробуй на идею ну тогда брать дизель вот как бы тройка дизельная полный привод но вообще огонь но блин с маленькими пробегом их почти нет а если маленький пробег тут сразу два миллиона на были на думаешь да как бы он просто зачем вообще шикарный аппарат можно на нем ездить и ездить как бы но скучновато немножко но опять же там то что касается динамики да блин ну очень крутая машина знаешь я сознательно подходил к выбору вот конкретно этого аппарата потому что первое что мне здесь нравится это то что он тяговитый он ведет себя как хейчбэк на дороге вместо более чем достаточно с учетом того что у нас на момент покупки был один ребенок 2 но и при этом в этом бюджете каких-то альтернатив у тигуана практически нет то есть что можно купить за плюс-минус те же деньги из кроссоверов кубу но из надежных вариантов она будет на переднем приводе 2 и 5 но передний привод и динамика там будет не такая как здесь из плюсов она будет чуть свежее друзья надеюсь в этом ролике вы подчеркнули много полезной информации особенно если вы рассматриваете покупки для себя тигуан нет ничего лучше чем честный отзыв реального владельца тебе спасибо за то что поделился всей информацией и если будет необходимость смене автомобиля милости просим поможем с радостью спасибо большое все друзья спасибо вам за просмотр и всем пока